Итак, продолжаем тему о выращивании глоксинии дома. И в этом ролике поподробнее поговорим о размножении глоксинии дома. Итак, глоксиния из семян. Богатый ассортимент семян глоксинии в специализированных магазинах внушает оптимизм тем, кто хочет испытать себя в качестве селекционера. Но не стоит ожидать от этого эксперимента слишком многого. Но выращивание глоксинии из семян начинается с приобретения посевного материала. Слава богу, сегодня это не проблема и лучше приобрести гранулированные семена. На упаковке обычно указывают срок прорастания 4-6 месяцев, а то и 9-10. Но это в том случае, если вы будете сеять зимой или осенью. Если же вы займетесь этим в марте, то процесс пойдет значительно быстрее. Можно использовать для посева покупные теплицы. Можно смастерить парник собственноручно. В пластиковой глубокой емкости с крышкой расположите свободно и замочите торфяные таблетки, на которые расположите гранулы, не заделывая их в почву. Сделайте в крышке несколько отверстий для вентиляции. Теплицу с посевом поместите в светлое теплое место с температурой приблизительно 22-23 градуса. И в течение полутора-двух недель осторожно увлажняйте грунт по мере необходимости и ожидайте появления всходов. Когда ростки прорастут и окрепнут, рассадите их вместе с торфяными таблетками по одноразовым стаканчикам через некоторое время и в постоянные горшки. Размножение глоксинией листом. Что бы там ни говорили, а вегетативное размножение обычно надежнее семенного. Если у вас нет особой причины выращивать растения из семян, используйте именно вегетативный способ. Я расскажу вам, как выращивать глоксинию из листового черенка. Поскольку листья у глоксинии довольно крупные, возьмите либо самый маленький лист, либо поделите большой лист на фрагменты. Разрезать листовую пластину нужно поперек, параллельно поперечным жилкам. Черешок листа тоже обрезают, оставляя не более 2 см. Для разрезания используйте острый инструмент, иначе впоследствии возможно загнивание краев листа или его фрагментов. Рассадите фрагменты в горшочке с легким, слегка влажным субстратом и поместите их в тепличку или накройте полиэтиленом пакетом. В течение месяца вам не придется ни поливать почву, ни проветривать тепличку. А через месяц укорененные фрагменты нужно постепенно приучать к жизни вне теплицы, приоткрывая ненадолго полиэтилен. Держать теплицу с укореняющимися частями глоксинии нужно в хорошо освещенном месте. В следующем ролике я расскажу о проблемах выращивания глоксиния, о вредителях и болезнях этого растения. Субтитры создавал DimaTorzok